Приветствую вас! Больше всего мне импонирует ответ первого коллеги, который вам первым написал. Мне больше всего импонирует его ответ, потому что он направлен на самый корень ваших проблем. Корень вашей проблемы в том, что, во-первых, у вас с мужем имеются определенные проблемы на эмоциональном классе. То есть вы говорите, что у вас эмоциональные размолвки имеют место быть. Это первое. То есть какие причины? Причины ведь в разности восприятия одних и тех же событий. Получается, это конфликт. И нужно подумать, на что направлен этот конфликт? То есть чего хотите вы? И правильно ли вы хотите это от мужа? Чего хочет он? И правильно ли он хочет он это от вас? Не двигает ли вашим поведением, вашей позиции в конфликте что-то другое, а не именно конкретный объект конфликта? Эти вопросы нужно разобрать. Но! Но! То, что вы говорите о том, что вот, значит, случались и зрительские ссоры, вас не особо беспокоило. Всегда верю, что мы будем вместе. Значит, претензии с моей стороны пишу, потому что, думаю, это играет какую-то роль в проблеме. Мало внимания и мало секса. Значит, претензий у вас не могут. Вы говорили с мужем об этих претензиях? Вы ему, вот, да наверстите, это старались сами. Вам мало внимания. Давали ли вы понять своему мужу, что у вас есть потребности, которые необходимо удовлетворять? Естественные потребности. Естественная потребность во внимании, естественная потребность в сексе и так далее. Это все естественная потребность. Понимаете ли вы, что мужу это нужно донести? И не только донести, но и показать. То есть, чтобы он присутствовал при этом вашем общении с другими мужчинами на грани дружбы смерти. Чтобы он видел, что он может вас потерять. Пока только вы боитесь его потерять. Вот в этой вот истории, которая произошла, вы боитесь его потерять. А боитесь ли потерять ваш ум? Это тоже очень важный вопрос. Далее. Вы совершенно правильно говорите о том, что вот это чувство может не пройти, и тогда я совершу ошибку. Вы совершенно правильно говорите, но вы снимаете себя ответственность сейчас. Вы как бы говорите, а что будет, если чувство не пройдет, и я совершу ошибку. Но вы же контролируете себя. Вы же контролируете себя. Вы же контролируете свои действия. Вы же не счете за них ответственность, за свои действия. Так не нужно совершать ошибку, если вы любите своего мужа. Если вы говорите, что он такой замечательный. Вам нужно показать ему, что он может вас потерять. Вам нужно показать ему, что вы нуждаете мужиком внимания. И если он ничего не предпримет, то сказать ему, что вы так жить не хотите. То вы так жить не можете, что вы молодая здоровая женщина, у которой есть свои потребности естественные. И либо мужчина их удовлетворяет, либо вы не видите смысла так дальше жить. Что еще у вас детей нет пока? Я понял. Вот были бы дети, было бы куда сладнее. Потому что ребенок бы вас привязан. Но детей пока нет. Это хорошо. Живите. Наслаждайтесь жизнью. Смотрите, насколько мужчина удовлетворяет ваши потребности или нет. И отстаивайте свою позицию. Это очень важно. Ошибка будет ошибкой только в том случае, если вы сделаете, совершите ее, находясь в отношениях с мужем. Создавая такую ситуацию, что все в порядке. Да, вот это будет действительно ошибка. Это будет предательство. Если вы ее совершите, при этом любя своего мужа, при этом желая быть с ним, но тем не менее изменив ему. Это будет ошибка, это будет предательство, это будет нечестность по отношению к нему, но в первую очередь к вам. Тем не менее, тем не менее, для того чтобы понять вас, помочь вам увидеть ситуацию под другим углом, как вы говорите, нужно получить четкую картину. С какого момента у вас это началось? То есть, всегда ли он проявлял к вам мало внимания? Всегда ли вам было мало секса? Люди различаются иногда в темпераментах, в потребностях в сексе, и в проявлениях внимания люди тоже различаются, к сожалению. Всегда ли вам этого было мало? Или это началось лишь на определенном этапе? Когда на меня пора анализировать этот самый этап, с которым это началось, и именно в нем лежат причины, которые обославливают данное поведение вашего мужа сейчас. Это первое. Второе. Вам необходимо принять свое желание, перестать их подавлять. Вы так, не делаете хорошо ни себе, ни мужу, ни другим. Муж уверен, что все в порядке, вы муджаетесь, другие мужчины получают надежду. Опять же, получается неоправданных, да, и, в общем-то, стихийных, что тоже не есть хорошо. Поэтому о своих желаниях нужно говорить открыто, четко, безоплекционно. Мы же иногда не знаем, что есть проблема. Даже если он не хочет ее встречать, мы должны знать, что есть такая проблема. И вам нужно посмотреть на его реакцию, на его готовность решать эту проблему. Вот. И третье. Это не вся ответственность за свою жизнь. То есть вот в том, что вы написали, что, значит, я боюсь, что когда-нибудь это чувство не пройдет, и я совершил ошибку. Вы как бы снимаете себя ответственность и говорите, что что-то произойдет помимо вашей воли. Так не бывает. Вы либо хотите чего-то, и вы делаете, либо вы не хотите, и вы не делаете. Но если вы чего-то хотите и не делаете, это всегда является вытеснением. Вытеснением своих желаний. Для вытеснение желаний чревато очень серьезными последствиями. Которые, к сожалению, потом часто разбираются у психологов, психоаналитиков. Чтобы этого не произошло, лучше все-таки прислушивайтесь к своим желаниям. И если они не вредят вам и не вредят другим, удовлетворяйте их смело. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Пожалуй, значит, стоит сказать еще одно. На мой взгляд, тоже довольно важно. Саша, вы говорите, что привязываетесь к мужчинам, да? Идет привязывание. Хорошо. А с чем связано привязывание? То есть привязывание – это дословно нуждаемость. То есть вы чувствуете, что нуждаемость, если в этих мужчинах, да? В каком контексте? Определите, пожалуйста. И подумайте, почему вы не можете получить этот своим мужем? И нужен ли вам тогда муж, если он вас не удовлетворяет? Несите ответственность за свою жизнь. Несите ответственность за себя. Это ваша жизнь. И вы ее живете. Несемнимо, другие мужчины, вы. И только одважды видите, как она будет проситься. С удовольствием, в полную силу, или в постоянных зажимах, сублимации, вытеснениях и прочее. Не нужно садиться с вами в диване. Это нормально. Нужно уметь грамотно их выражать. Грамотно их реализовывать. Грамотно научить их до близких людей. Если у вас есть с этим проблема, то, соответственно, я предлагаю, с этим нужно работать. Например, у меня есть ощущение, что у вас имеется чувство вины перед мужем. Заодно, что вы испытываете подобные желания. Например, у меня есть подозрение, что вы не уверены в себе, что вы не можете реализовывать свои желания и не считаете их нормальными. Например, у меня есть подозрение, что вы неправильно выращаете претензии своему мужу. Это тоже проблема довольно серьезная. И у меня есть подозрение, что у мужа искаженная картина того, что с вами происходит. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это заявить мужу, что у вас есть проблема. Не у него, а у вас. Что у вас есть проблема. Главное, говорите о себе. Не требуйте от него. Не надо говорить, например, ты даешь мне мало внимания, ты даешь мало секса и так далее. Нет. Это вы обвиняете другого человека. Это неправильно. Нужно говорить, мне мало внимания, мне мало секса. Мне не хватает внимания, мне не хватает секса. Вот так говорить правильно. И это обозначает проблему, не обвиняя человека. Между тем, позволяет ему проявить свою позицию по отношению к вам. Либо активную, он дает вам то, в чем вы нуждаетесь, либо пассивную. Он отставляет все как есть. И исходя из его позиции, вы уже и будете делать дальнейшие выводы, как вам поступать. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.